Палата на замке о перемещении только под конвоем. Соблюдать такой строгий режим во время собственного лечения вынуждены все пациенты. У каждого вместе с медкартой копия приговора, в котором указан срок лишения свободы. Это единственное в области учреждения, которое оказывает специализированную медицинскую помощь спецконтингенту. Здесь проходит лечение осужденное из всех исправительных учреждений нашей области. В настоящее время здесь находится порядка 170 осужденных. Сделали флюорографию в зоне. Если затемнение показало, снимать. Сразу же это первое. Это туберкулез. На операцию приехала. Мудрый зуб. Нет еще скоро. Все хорошо, все нормально. В принципе, как в обычных больницах. Тех, кто во время отбывания наказания заболел или раньше имел заболевание, обострившееся в колонии, отправляют сюда, в бывший губернский тюремный замок 19 века. Только с середины прошлого столетия учреждение стало специализированной больницей. И сегодня порядка ста специалистов, которые здесь трудятся, отмечают свой профессиональный праздник. 14 апреля – день медицинской службы в уголовной исполнительной системе. Медсестра Елена проводит его в процедурный. Признается, работает уже два года и не сразу привыкла к особенностям лечения в этих стенах. Уколы сиделом через отсеченную решетку всем пациентам. Но если тяжелый больной, то, конечно, с инспектором ходим в палату. Мы не общаемся с ними. Только чистую работу свою выполняем. Уколами, таблетками и постельным режимом здесь не ограничиваются. На территории учреждения действует в том числе терапевтическое, травматологическое и даже хирургическое отделение. У нас есть весь, в общем-то, спектр оборудования необходимых для обследования наших пациентов. То есть это и УЗИ-аппаратура, и ТГС-аппаратура, в общем-то, и всевозможные рентгенологические аппараты. Представленная техника по некоторым характеристикам превосходит приборы, используемые в горбольницах и поликлиниках областной столицы. Ну а если все-таки материального обеспечения не хватает, для осужденных организуют выездные приемы. Под конвоем пациента в РОБе доставляют в медучреждения Вологды. Очень много оказывается консультативной помощи городским здравоохранениям, если, допустим, как-то такие сложные процедуры, КТ, МРТ, онкологическим больным помощь оказывается. Наверное, и фармацевтическая, фармакологическая помощь, она тоже изменилась. И если раньше самыми частыми посетителями были членовредители, которые, нанося травму себе, бросали вызов обществу, то теперь большинство это пациенты с хроническими заболеваниями. По словам врачей, на воле некоторые из них никогда не лечились и только в этих стенах получают должный уход. И даже если окончание срока наступает раньше окончания процедур, уже свободный пациент по выходу получает необходимое лекарство на первое время. Евгения Кашинцева, Павел Громов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.